Всем привет! Это видео о том, как настроить приставку. Если же вы купили приставку и её перед продажей вам не настроили, или вы скинули своё устройство на заводские настройки и теперь нужно всё восстановить, то это видео именно для вас. Скидки всем подписчикам на приставки, пульты и джойстики в интернет-магазине 4tv.com.ua. Сделаю маленькую ремарку, если при включении приставки видите другой лаунчер, то есть рабочий стол, он может быть, например, как здесь, в плиточном интерфейсе или в другом виде. И вы хотите поменять его на более привычный, вам нужно сменить его в настройках. Или, если его нет в настройках, самостоятельно скачать его с маркета. Пошаговую инструкцию, как это всё сделать, вы можете найти у нас на канале. Ссылку я добавлю в описании к этому видео. Итак, вы включили приставку, первым делом, что нужно сделать, это поменять язык. Чаще всего, по умолчанию, все приставки идут на английском языке. Заходим в настройки, языки ввод и ищем в списке и выбираем нужный. Дальше желательно поменять время и дату. Иногда при неверно указанной дате может не работать интернет. Заходим в настройки времени и даты и ставим правильные числа. После этого можно подключать интернет. Если вы планируете подключать сетевое соединение по Wi-Fi, то в соответствующем разделе ищите свою сеть и вводите пароль. Если вы хотите подключить интернет через Ethernet, или как его ещё называют витая пара, то подключаете кабель к приставке и смотрите, чтобы в настройках пункт Ethernet был включён. Если у вас на данном этапе всё получилось, можно продвигаться дальше. Если нет, можете написать свою проблему в комментариях, мы постараемся вам помочь. Дальше заходим в Play Market с помощью своей учётной записи, или если у вас её нет, можете тут же её зарегистрировать. Переходите в вкладку «Мои приложения» и вам должен открыться список уже установленных приложений. Если программы нуждаются в обновлении, желательно их пообновлять. В поиске маркета вам нужно ввести все приложения, которыми вы пользовались. Со стандартных это, я думаю, MX Player, YouTube, например, Megogo и так далее. Если вы не помните большинство приложений, заходите на наш сайт и в разделе «Полезные» открываете список приложений для Android-приставки. Нажимаете на иконку приложения, и если оно есть в Play Market, то вам сразу же откроется его страница с кнопкой «Установить». Если данного приложения нет в Play Market, то на ваше устройство скачается заархивированный установочный АПК-файл. Его нужно вам будет разархивировать и установить. Архиватор можно скачать в том же Play Market. Такие приложения, как FS Video Box, Torrent Stream Controller можно скачать или с нашего сайта, или с официального. После того, как вы установите все необходимые приложения, приставка готова к работе. Если на протяжении всей настройки вы столкнулись с проблемами, или у вас просто есть вопрос, опять же таки пишите в комментариях. Чем сможем, тем поможем. Также у нас есть услуга по настройке приставок. Если вам нужна помощь, обращайтесь к нам по телефону или оставьте свои контакты на сайте. Если вам был полезен материал, дайте нам об этом знать. Поставьте лайк. Или наоборот, если вам не понравилось видео, поставьте дизлайк. Нам важно знать ваше мнение. Также можете подписаться на наш канал. Мы стараемся делать только качественный и полезный контент. Пока!